Почему деятельность рудника Кумтур велась непрозрачно? Куда делись средства и кто будет нести ответственность за причиненный ущерб государству в 1 миллиард сомов? Эти и другие вопросы интересовали депутатов на очередном заседании Джорку Кенеша. В частности, народный избранник Исхак Масалиев отметил, что в обществе со вчерашнего дня обсуждает задержание бывшего внешнего управляющего ЗАО Кумтур Голд Компани Тенгиза Болтрука. По словам депутата, его подозревают в нанесении ущерба государству в 1 миллиард сомов. Это средства, которых хватило бы на 10 школ, отметил депутат. Изначально депутаты и активисты говорили, что не верят Болтуруку, но их уверяли, что он будет прозрачно работать. К тому же Болтурук является гражданином другой страны, и нужно пересмотреть все соглашения, которые были им подписаны. Я даже подозреваю, что Болтурук мог извлечь для себя выгоду. Исхак Масалиев предложил привлечь к ответственности за кумтору главу Кабмина Аклбека Джапарева. Нардеп добавил, что профильный комитет дал протокольное задание для получения полной информации о деятельности кумтора. Здесь важна не критика, а информированность, чтобы выдвинуть свои предложения по Конституции. Мы можем вынести предложение об освобождении от должности члена Кабмина или его главы. Давайте воспользуемся правом. Президент решит, оставить или нет. Но у нас есть право. Относительно задержания Болтурука возмутился и депутат Дастан Бекешев. По его словам, депутаты о последних событиях узнают из интернет-источников или СМИ. От этого и контролировать вопрос не получается. К сожалению, у депутатов нет полной информации о происходящем. Читаем только в СМИ. По части контроля мы хромаем. Поэтому нам нельзя этот вопрос просто так оставить. Нужно заслушать информацию не сегодня, так завтра. Государство ищет поддержку. Просит у разных институтов кредит на 25 миллионов долларов. А оказывается, у нас из-под носа крадут 12,5 миллионов долларов. Народные избранники обратились к председателю Кабмина с тем, что вопрос Кумтора сегодня актуален. И что на заседание должен был прийти сам Акалбек Джабаров и соответствующие должностные лица, которые отчитались попереджерку Кеннейшем. Так как по предыдущей деятельности компании осталось много нерешенных вопросов. Как отметили народные избранники, необходимо принять меры для улучшения будущей работы Кумтора. Мы могли бы пригласить Акалбека Осинбековича и лично спросить его об этом. Один миллиард сом – это всего лишь часть проблем. Есть много других нерешенных вопросов. Например, в каком направлении и как на сегодняшний день ведет свою работу Кумтор. А вдруг завтра будет катастрофа на руднике, и он полностью прекратит свою деятельность. На эти и другие вопросы было бы хорошо, если бы сам глава Кабмина ответил. Тем временем глава Кабмина прокомментировал задержание Тенгиза Болтрука изданию «Азаттык». По словам Акалбека Джабарова, окончательное решение в отношении подозреваемого вынесет суд. В настоящее время по предварительным результатам проверки счетной палаты сформирована рабочая группа из числа сотрудников Генпрокуратуры, ККНБ и МВД. Будем надеяться на Бога. Мы не раз уже переживали такое. Мы на своем веку повидали много подобных дел. Кумтор сейчас отлично справляется со своей работой. Ни грамма золота не вывезли. Не теряли. Президент Садыр Нургаджоевич созвал и парламент, и оппозицию. Если сформулируете комиссию, мы согласны им все показать. Как добываем золото, где его храним и как продаем. Мы ждем от них предложений. Никаких предложений, кроме как из Фейсбука, я еще не получил. Напомню, что 13 сентября Тенгиз Болтрук был задержан Генпрокуратурой в рамках уголовных дел о коррупции на кунторе. Также задержан специалист по снабжению Айша Гуль Фронтпек КЗ Джаналиева и директор управления финансов Респекту Ктогулов. Государству был нанесен ущерб в 1 миллиард суммов. Надзорный орган заявил о больших нарушениях в работе компании. В результате было возбуждено три уголовных дела. От должности отстранен бывший внешнеуправляющий зао Кумтор Голд Компани Тенгиз Болтрук и финансовый директор Респекту Ктогулов. На сегодняшний день все трое задержанных во двориной ВВС ГУВД Бишкека.